всем привет с вами очередной выпуск news блока крипто на канале крипто comments с порцией свежих актуальных а главное важных новостей и конечно же с объяснениями и комментариями а также с рассуждениями и высказываниями знаменитых и выдающихся личности из мира крипто в самых разнообразных интервью то есть именно с тем что вы не увидите на других каналах по крайней мере так оперативно а чтобы не пропустить самое важное обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик и так сегодня в выпуске обратная сторона медали в деле сек против кукоин глава блокчейн направления эрнстон янг о подъеме крипто и будущем эфира в интервью на cnbc хак с хэппи-эндом вывод из очень странной атаки на муче balls и завершить наш сегодняшний выпуск анализ рынка вместе с кевином свэнсоном оставайтесь с нами и так cftc классифицирует эфир и лайткоин в деле против биржи кукоин как товары претензия cftc к кукоин является важной вехой в определении классификации цифровых активов она становится явным признанием эфира и лайткоина в качестве товаров будучи включенные в эту претензию иск cftc против данной биржи последовал после соответствующего иска поданного министерством юстиции в иске министерства юстиции против биржи и с учредителей утверждается что последняя нарушила закон о банковской тайне я не буду подробно рассказывать об этой истории скорее всего ты и так дорогой зритель а не знаешь уже достаточно однако скажу очень важную вещь в наших выпусках мы последовательно напоминаем о зриющем конфликте между двух крупных регуляторов сша sec и cftc напомню что многие крипто активы сек считает ценными бумагами в отличие от нее но в отличие от нее cftc их считает товаром и самая большая проблема здесь кроется в том что cftc уже давно их использует как товары регистрируя и регулируя некоторые биржи напротив же сек инициирует один за другим судебные иски частью которых эти крипто активы называются ценными бумагами если только представить что какой-то изыска всех выиграет в котором будет признана какая-то криптовалюта в виде ценной бумаги которую cftc считает товаром то все клиенты данного регулятора торгующие активами считающие эти активы товарами автоматически нарушит закон что даже звучит мягко говоря катастрофически таким образом ситуация при которой cftc это позволит выглядит невероятной или скажу проще маловероятной и естественно cftc будет всеми силами защищать свою позицию так что война в которую ввязывается сек с учетом ее падающей репутации и последних решений судов против всех выглядит для нее разрушающий и представляешь ли ты дорогой зритель как сек в этих судах будет отстаивать свои интересы так что данное столкновение двух регуляторов обещает быть крайне интересным одновременно опасным ведь победа сек для крипто будет ужасной и при этом с очень высокими ставками поэтому мы будем внимательно следить за развитием ситуации а ты не пропускай наши выпуски и так главная тема дня пол броди руководитель глобального блокчейн эрнстон янг глубоко убежден в огромном потенциале сети эфиром в последующей выдержке из нашего сними интервью мы обсуждаем происходящее распространение крипто и что ожидать по эфиру в ближайшем будущем с начала этого года в крипто пространстве произошли несколько крупных событий пожалуй самый известный это одобрение спут bitcoin и т.ф. а кроме того биткоин достиг нового исторического максимума учитывая эти события как ты думаешь что произойдет с крипто настроением и распространением что ж в целом я считаю что данные события двигают вперед распространение и даже в некоторой степени настроение внутри рынка речь не только про сша конечно сша крупнейший рынок но мы также это наблюдаем в европе азии я бы сказал что наблюдается глобальный регуляторный разворот когда крипто идет из уголков за пределами регуляторных территорий в регулируемую окружающую среду и такая ситуация усиливает процесс распространения ведь основной мировой капитал находится в регулируемых рынках и подчиняющийся регуляторному контролю как например пенсионные фонды и крупные инвестиционные фонды и пока упорядоченный подчиняющиеся регуляторному контролю продукт не появляется на бирже они совершенно не могут его покупать иначе они нарушат свои обязательства перед своими клиентами очевидно что ты очень любишь эфира ты недавно выпустил книгу под названием эфириум для бизнеса так что мне интересно узнать как ты воспринимаешь некоторые события связанные с эфириумом например недавно в сети состоялся недавний апгрейд данкун направленный на решение проблемы штабируемости так что каким образом данный апгрейд повлиял на распространение и настроение по эфириуму и конкретно эфиру что ж у эфира последнее время дела идут отлично апгрейд данкун если конкретно это крупный апгрейд он получил несколько фишек но здесь можно сделать два главных вывода первый это аналогично как и все предыдущие апгрейды в эфире произошел бесшовно и без каких-либо проблем если об этом задуматься это произошло потрясающе команда смогла переместить несколько сотен миллиардов долларов активов своей инфраструктуре с одной версии к другой без проблем это первое это зрелость организации и людей и инженеров второе заключается в том что первый кнопный апгрейд мерч который произошел где-то 12 месяцев назад а теперь и дэнкун являются вехами с точки зрения минимизации затрат на транзакцию и конкретно дэнкун основан на мерджи в итоге мы сейчас видим что некоторые транзакции на эфириуме опускаются ниже уровня одного цента и до этого некоторые составляли около пяти центов но сейчас они ниже цента и это может показаться неважным но конкретно для промышленных клиентов мы говорим о например у меня есть клиент который намерен осуществлять более миллиона транзакций в день для управления цепями поставок для единственной лишь продуктовой линии поэтому говоря таких объемах очень очень низкие затраты на транзакции крайне важны дорогой зритель добавлю лишь от себя один комментарий единственная причина почему лично я недолюбливаю эфир заключается именно в стоимости транзакций я прекрасно помню те времена когда для осуществления транзакций хотя бы в течение часа ты должен был заплатить порядка сотни долларов и это далеко не предел противном случае твоя транзакция могла застрять на сутки и более и в итоге вообще не быть обработанной сетью да ты можешь сказать что речь идет не про уровень 1 и здесь конечно ты будешь прав пол немного лукавит на основном блокчейне эфириума стоимость транзакции до 1 цента не упала хотя может что-то и поменялось если ты знаешь об этом больше я буду признателен если ты напишешь об этом в комментариях которые мы обязательно прочитаем и примем к сведению целом и для эфириума и для крипта в целом такое развитие событий полезно старичок не просто не собирается сдаваться а удерживает планку для всех более того спад активности в разработке крупных проектов тем более таких как эфириум негативно влияет не только на сам проект но и на все сообщество так что пожелаем эфириума удачи а сами пойдем дальше хакер взломавший мучебал вернул эфир на сумму 62 8 миллиона долларов не требуя выкупа 26 марта примерно в 21 30 по всемирному времени игра мучебал с невзаимозаменяемыми токенами на базе эфириум сообщила о взломе в результате которого из приложения геймфай было украдено более 17 тысяч 400 монет эфира анонимный биткоин расследователь зак xbt заявил что exploit произошел из-за того что команда мучебал с нанялась северокорейского разработчика известного под псевдонимом уэрвульс 0943 27 марта в 4 40 утра по всемирному времени компания мучебал с идентифицировала хакера как одного из своих разработчиков по итогам часовых переговоров бывший разработчик согласился вернуть украденные средства не буду уходить в конспирологию а лишь отмечу что похоже что инцидент произошел из-за человеческого фактора и проблема данного дефай была не в уязвимости смарт контракта и хоть это невероятно удивительная история закончилась успешно и пользователям не придется месяцами а может быть и годами ждать компенсации потерянных средств я все-таки напомню нашей аудитории что никогда не храните ваши активы на кастодиальных площадках либо на собственных кошельках имеющих открытые разрешения по смарт-контрактам как бы ни было это удобно вы должны помнить риски по независим от вас и от платформы обстоятельствам могут сработать в результате чего ваши средства могут оказаться безвозвратно утерянными как бы тяжело вам не было осознать но не ваши ключи не ваши деньги поэтому возьмите за правило сделали операции вывели средства и спите спокойно завершает наш сегодняшний выпуск анализ рыночной ситуации от кевина свэнсона макро микро взгляд а также прогнозы на то что нас ожидает максимально обоснованно и максимально интересно кевин тебе слово как дела ребята рад вас видеть меня зовут кевин свэнсон и сегодня у меня есть много чего вам рассказать цена биткоина колеблется прямо под уровнем 71 тысячу и перед тем как перейти к разбору ситуации с биткоином хочу обратить ваше внимание что тотал 3 то есть альткоины минус биткоины эфир находится в двух процентах от годового максимума bitcoin примерно в 4 5 процентах от годового максимума так что альткоины немного впереди этой игры они в меньшей степени ушли в дамп и быстрее отскочили так что для альткоина все может стать очень сильно побычи очень быстро мы находимся буквально в одном шаге от взрывного роста и начала альткоин сезона если сравнить с двадцатым двадцать первым годом то по сути это было началом года январь-февраль 2021 по сути то место где мы сейчас и находимся на мой взгляд и большинство альткоинов неважно что говорит нам технический анализ все равно зависит от биткоина это конечно не для каждого но для большинства биткойн здесь остается лидером так что важно не забывать про анализ ситуации по биткоину и буквально недавно в своем твиттере я поместил вот этот график биткоин под уровнем сопротивления а магди начинает показывать признаки возможного позитивного импульса возвращаясь в рынок а сейчас биткоин нам показывает вы сами видите эту гистограмму она начинает расти и похоже что мы готовимся к пересечению вверх это очень похожий сетап того когда у нас произошло одобрение биткойны тиф а затем отскок вниз после их одобрения образовалось события продавай новости магди начал показывать положительный импульс и как только мы пересекли его вверх мы поехали выше сейчас мы в очень похожей ситуации и bitcoin как бы пробивается вверх у магди положительный импульс и теперь мы пробиваемся через это сопротивление что ж поедем или мы выше да похоже на то выглядит как будто у нас продолжится движение и повтор тех паттернов которые выкладываются в тренд на 4 часовики для биткоина на графике rsi также показывает нам повторяющийся паттерн этот паттерн продолжения цена пошла вниз rsi образовал даун тренд мы пробились а затем цена пошла вверх основательно rsi в даун тренде мы пошли выше мы преодолели цена улетела вверх и еще раз rsi даун тренд мы пробились выше и цена полетела вверх будет ли так что ж похоже что так это выглядит как очередной продолжающийся бычий паттерн на 4-часовки для rsi и процентная прибыли по этому rsi до следующей вершины в цене было примерно 33 процента а по этому пробитию rsi до следующей вершины в цене было около 39 процентов 33 и 39 процентов то есть в среднем можно сказать что около 35 процентов так что если у нас сложатся аналогичные вещи по биткоину это приведет нас примерно к девяносто одной тысячи двустам сорока и если дорогой зритель крипто коммаса помнишь мои предыдущие аналитики по рынку то это очень интересная цель ведь она прямо рядом с тем о чем говорит наш учебник в котором мы смотрели цели нашего параболического тренда так что цель по учебнику для этой параболы составляет 90 тысяч на нашем четырехчасовом графике экстраполяция пробоя rsi прямо здесь в 90 тысячах так что очень многие вещи указывают на эту зону для цены в виде крупной цели которая также находится прямо под психологическим уровнем 100 тысяч долларов и если цена по биткоину пойдет к этой отметке в 90 тысяч долларов или прямо немного над 90 тысячами то в этот момент цена поедет вертикально достигнув вертикальную цель и большинство людей а также многие розничные трейдеры погрязнут в фомо они не смогут удержаться ожидая роста биткоина выше 100 тысяч они потеряют на собой контроль попросту нажимая на кнопку купить вот так устроен человек если мы окажемся в этой территории то повторюсь цена пойдет вертикально фома захлестнет повсеместно и это будет идеальным условием для крупнейших китов начать продавать ведь им нужна вся эта огромная ликвидность весь этот энтузиазм и всеобъемлющий интерес к покупке люди наполняющий рынок это то что им нужно чтобы распродавать свои гигантские заначки так что я не удивлюсь когда крупнейшие игроки рынка начнут продавать во время этих событий что на мой взгляд он будет здоровым сигналом это будет откат в формате 2017 года когда после массивного параболического тренда у нас образовалась гигантской 40 процентное падение за которым снова последовал крупный толчок в направлении продолжения параболического тренда спустя несколько месяцев что может стать сценарием обвала после события холдинга кевин я просто обязан отметить что твоя аналитика звучит как остросюжетный рассказ и с учетом того что никто не знает будущее конечно же его можно воспринимать как фантастику но столь обоснованный складной и логической фантастики должен отметить что ни у кого из других иностранных аналитиков я не видел так что школа крипто комманс сразу прослеживается молодец спасибо ладно дорогой зритель конечно же я шучу ну какая это школа это целая академия в любом случае это все лирика а главное не забудь подписаться на наш канал поставить под видео лайк если зашло или дизлайк если не зашло оставить свой комментарий который мы обязательно прочитаем и не забыть посмотреть следующий выпуск который мы для тебя с огромной радостью подготовим для чего нажми на колокольчик на этом я с тобой прощаюсь удачи и до встречи в следующем выпуске в следующем выпуске